Министерство культуры Мы продолжаем эфир программы Министерства культуры Он посвящен 25-летию легендарного эпохального я все равно так утверждаю, фильма Аса Впрочем, вот только что Сергей Александрович Соловьев отменил уже празднование юбилея фильма Поэтому мы так вот неформально И терминология эпохальная Эпохальная, культовая, все не говорим Просто был фильм Аса, вышел в 87-м году Мы его вспоминаем, так совпало что прошло 25 лет, просто совпадение Эпохальная история с невероятным продолжением Я хотела бы еще на секундочку объявить голосование которое идет сейчас на сайте Действительно ли 2012 год похож на 1987 год создания Асы И варианты ответов Да, потому что мы опять ждем перемен Нет, надеяться уже не на что И нет, я не застал 87-й год и Асу не видел Я хотела бы вас спросить про сценарий Его написал Сергей Ливнев Совсем молодой человек на тот момент Нет, тоже нет Не Ливнев написал? Не писал ему Сергей Ливнев Ливнев был совсем молодой человек Который очень хотел написать что-нибудь А я очень дружил с его мамой Мариной Голдовской Я говорю, пусть пишет И он писал 3 или 4 варианта этого самого То есть пусть хоть что-нибудь напишет? Пусть пишет, я говорю, не что-нибудь А пусть пишет, пусть учится Пусть это самое Ну и он написал какой-то Значит, от сочинения Ливнева Осталось в картине имя главной героини Алика Все Понимаете? Из его жены Алики Смеховый, да? Я не знаю, может быть Ну я думал А что такое дикое имя? И там эту самую Помнишь реплику такую Алика? Значит, это родители хотели назвать Ликой Это компромиссы всегда Но это все трепотня Ну трепотня Из которой Не надо ни в коем случае делать Какой-то там логики Сережа Ливнев Очень талантливый парень Он после этого снял Хорошую картину Там это самое Продюсировал Массу всяких Важных для страны лент Продюсировал, да Продюсировал, понимаете? Он очень хороший Он очень хороший человек Поэтому Тоже вот сейчас Понимаете? Можно накопать там чего-нибудь На Сережу Накопать на меня Показать его Значит, видите Вы как-то опережаете события Эти глаза, прохидея В этом прохидейские глаза Кто прохидей, Ливнев или вы? Мы читаем там Да все это Этой чушью Можно заниматься Сейчас я спрашиваю только про сценарий Итак, сценарий написал не Ливнев Была канва, которая придумана Ливневым А-а-а Не, просто интересно Мы же Да кому интересно? Ну, вы что? Киновед Вот в чем интересно? Ну, в чем интересно? Ну, интересно было мне Понимаете? Когда я должен был снимать А почему вам стало интересно Это история? Я должен был, так сказать Соображать, что я буду делать Кстати, там Африка сыграла огромнейшую Сценарную роль В этом самом В фильме Асса То, что фильм называется Асса Это вообще придумал Африка Придумал Африка Не просто придумал от фонаря А у них была Знаешь ты, да? У них была эта самая Как бы такая Ветвь Ассы Ветвь Ассы Как художественного явления Как такая Значит И вот то, что он Вот этот вот бред Там А что был человек по кличке Асса Это не правда? В этой художественной среде Конечно, девушь Это все чушь Из этой чуши Делать судьбоносные Какие-то, значит, выводы Дико смешно А что еще привнес главный герой в фильм? Какие сюжетные ролики? Они сами себя привнесли туда Это совершенно замечательное Замечательное привнесение Просто Просто они Настолько Благородно Вот благородно По-настоящему Себя Привнесли в картину И Станислав Сергеевич Говорухин Полностью Он привнес себя Потому что только Абсолютнейший Болван Может читать, что Станислав Сергеевич Играл бандита И вот наконец-то С годами Его звериная рожа Проявилась В этом самом Ну, это безумие Как вы не понимаете? Это безумие Станислав Сергеевич Играл благороднейшего человека Например, Станислав Сергеевич Всегда говорил На пресс-конференциях Может быть, даже ты помнишь Он всегда садился Отдельно от нас И он говорит Я играю человека Которого Эпоха Не поняла Это талантливейший человек Которого Эпоха Не поняла И если бы Это сознание Не светилось у него В глазах То это был бы Заурядный урод Урка Кого мог бы Заинтересовать То есть То есть Там были Очень сложные Человеческие Хитросплетения И я Допустим Вот Я стоял Когда Слава Не хотел Сниматься Не хотел Не хотел Не надо Я не люблю Я не хочу быть Киноартистом Готовился Наверное Быть В штабе Путина Потом вы меня Еще будете Там Полоскать Не буду Я сниматься Как чувствовал Не хотел Ну я ему Говорю Слава Ты не имеешь Права Ты не имеешь Права Наша дружба Ты что О чем ты говоришь Я его уговаривал Уговаривал Хотя меня В это же время Уговаривали Точно так же Уговаривали Снимать Розенбаума Он только Только появился Тогда Давай Снимай Розенбаум Значит Он Розенбаум Одареннейший Замечательнейший Человек Высочайшего Класса Артист Но если бы Был Розенбаум А не слава Была бы лажа А почему Была бы лажа Я объясню Наверное Потому что Розенбаум Не работал В штабе Путина Понимаете И вот это Отсутствие Жизненной Бердопротивы Которая Показала Нам Какой Негодяй Настоящий Так сказать Бандит Этот Вы сейчас Там смонтировали Еще Как-то Каким-то Образом Он еще С каким-то Оскалом Бандитским Таким Это самое Ну чушь Как мы Серьезно Я ночью Я прилетел Из Питера Мы закрыли Вопрос Политической карьеры Говорухина Будем считать Что мы вообще Про это не говорим Как мы закрыли У него будущее Я чувствую У него политика Мы сейчас Снимем АС-8 Правда ли Что он вас уговаривал Снимать АС-2 Что он был Одним из инициаторов Второй часть Конечно Неправда Вы все время Понимаете Я вас сверяю информацию Я вас спрашиваю Вы говорите Нет Я согласна Значит Нет А кто вам это сказал Я читала Ваше интервью Где он говорил Что он вам Где вы Я говорил Вы плохо его читали Я не говорил Что он вам звонил Нет Нет Ничего такого Я говорил Совершенно другое Действительно художественную вещь Станислав Сергеевич говорил Слушай А нельзя Крымова воскресить Я говорю Слава Нельзя Почему Потому что Я говорю Вот по Так сказать Вот линии воскрешения Это другой исторический персонаж Занимается Не я Понимаешь Это не я Вот что я говорил Больше ничего не говорил Ой Ну правда Это Вот такой Пухлый Никчемный Никому не нужный Ужасающий разговор У нас получился Я стыжусь Того Что я снял Фильм Ас Который является Поводом Для такой Собачьей чуши Как наш Сегодняшний разговор Вы знаете Я прилетел Из Санкт-Петербурга Я должен был Приехать в 1 часов Поехать Лечь спать Мне хорошая Умная девочка Моя помощница Позвонила Говорит Обязательно Серебряный дождь Это такая Хорошая компания Почему Вы считаете Что мы Абсолютно неправы Говоря о какой-то Политической составляющей Мы больше про нее Не говорим Скажите пожалуйста Правда ли что У Крымова был прототип И что вы показывали Была премьера Нет Не правда Никакого прототипа Там не было Ну чур Все это чур Вот Что действительно Интересно Понимаете Вот если уже О чем-то и говорить По отношению К этой картине Не про то Как Слава работала В штабе Путина А про то Что вот допустим Таня Друбич Про которую Вы тоже сказали Она сразу После АССы Развелась Заметьте Тоже какая-то Такая кухонная Интонация После АССы Развела Нет Вот я с ней сейчас Только что разговаривал С Таней Да И вот самое Интересное Да Вот допустим Это Артистическая Скажем И человеческая Судьба Тани Вот какой Она вошла Ко мне Картину Сто дней После детства Ей было 13 лет И вот сейчас Мы закончили Анну Каренину С ней Вот Там То мы были женаты То не женаты Это никого не интересует На самом деле Это действительно Абсолютно частная Жизнь людей Ну вот феноменально То Что Нет такого штаба В котором Таня стала бы Работать Да Ну нет Его не существует Он пока не появился Этот штаб Почему Потому что Таня Это человеческая Личность Которой Не нужны Вот никакие Дополнительные Усилия К тому Чтобы в этой жизни Достойно Существовать Понимаете Ну значит Есть еще Какие-то обстоятельства При котором Каким-то людям Нужны Какие-то дополнительные Усилия Черт знает что Все что угодно Но Вот Уж кто интересен Действительно мне Так это Таня А вам не кажется Что она мало Снималась За эти 25 лет Почему так сложилось Ей было неинтересно Не находилось Сценария Она их и не ищет Она Вот Вообще Она вот Это вот Это вот Я не слышал Чтобы она искала Сценарии У нее наоборот Когда Там ей же все время Привозят Сценарии какие-то Дают И когда Что-то нравится Она говорит Я могу Но Там Это будет Вот я могу В июле месяце С такого-то По такой-то Они говорят Да нет Что вы Это нам не годится Не годится Значит до свидания Через 3 дня Звонят И говорят Вы знаете Ну хорошо Будем в июле снимать Как вы сказали Она Вот она Лично сна Умеет Построить Жизнь Свою И жизнь близких Ей людей Так Понимаете Вот как Павка Корчагин Говорит Что никогда Не будет стыдно Никогда Не будет стыдно Это Очень большое умение И Вопрос стыда Вопрос личный Вопрос личный Я думаю Что Дмитрию Шостаковичу Было стыдно Когда-нибудь Понимаете За то что он писал Дорогой товарищ Сталин Вчера прочитал Вашу чудесную статью О том Какой я моральный урод Но вы еще не дописали Что я такой страшный урод Что значит Это Наверное было стыдно Ну Пожалеть нужно Посочувствовать нужно И самое главное Вслед за нашей жалостью Он шел И писал Следующий квартет Понимаете И этот квартет Он Совершенно Зачеркивал И уничтожал Всю эту Чушь Все эти Поводы Для имитации Общественной жизни Дмитрий А вам предлагали Сниматься После Асы Ну я на самом деле В роли какого-то музыканта Где-то мелькнул Но нет Его же узнать невозможно Как Он же негр А вот знаешь откуда У меня один из самых таких Трогательных эпизодов Не про то Как ты Так сказать Борешься там С советской властью А есть такой Гениальный фильм У Богдановича Есть такой Питер Богданович И у него есть фильм Последний киносеанс Просто гениальный И вот там Разбили парню глаз И он ходил С ложкой Помнишь 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 да Вот то что я Диме тогда Вмонтировал ложку Я до сих пор Вспоминаю С огромной нежностью Как действительно Существенный факт А на стороне белых Он был красных Или темно-зеленых Мне один хрен Тогда было И сейчас тоже Мне кажется Это прекрасное Резюме нашего разговора Вот Это выбор Сергея Соловьева Он такой Ну отказываемся От оценок Того что происходит Сегодня Мы говорим о том Каким было фильм Как мы отказываемся Опять неправильно Неправильно Ну неправильно Ну как мы отказываемся А что мы Конечно же Мы все оцениваем Но делать из этого Как бы Иллюзию Общественного разговора Некрасиво Бесстыдно Безвкусно Вот что я хочу сказать Оценки конечно есть Конечно есть Ну я их скажу Там может быть Своей дочке В то время Когда мы с ней там Послушаем Ту музыку Которую я написала И останется еще 15 минут Я ей что-нибудь скажу А она мне что-нибудь ответит Этого достаточно А вот это вот Иллюзия Вот сейчас мы побурлим В котле в общественном Да ничем и не бурлим Булькает Какой-то чан Непонятно с чем С каким варьем В конце программы Министерства культуры А в министерстве Всегда очень Кардинально разные мнения И обычно Министр не прав А кто у нас здесь министр А у нас У нас сегодня назначенный министр У нас сегодня Дмитрий будет министром Хотя не права обычно я Это твоя судьба Понимаешь Всегда на тебя Все будет сваливаться Мы в конце Вручаем главному герою Звезду У нас так И в Кремле И в министерстве Принято Возможно Сергей Александрович Откажется Нет я не откажу Красивая звезда Дизайнера Ольги Солдатовой Да Плохо Можно описывать Пожалуйста Ну вот По настоящему По честности Да Вот эта звезда Должна быть не мне И не Ливневу А должна быть Диме Потому что Дима Действительно С такой вообще Так сказать Самоотверженностью И с такой Вот Почему я тебя помнишь Монтировал эту ложку Он говорит А почему ложка-то Оловянная ложка Почему Я говорю Дима Так надо И Дима говорит Ну хорошо Надо так надо А играть-то я смогу Сможешь Димочка На тебе миленький Кирилл Александрович Даже звезду Меня отобрал Но я присоединяюсь К его выбору Да Димочка Это очень хорошая звезда И я тебя очень люблю Настоящая звезда героя Спасибо Да Спасибо большое Это была программа Министерства культуры До встречи через неделю Извините Но не Бог Министерство культуры Министерства культуры Министерства культуры